Конструкция наспех сварена из кусков по виду бывшего употребления металла с тонкостенным каркасом или вовсе одинокая лавочка под открытым небом. У шемкентских остановок нет единства проектирования, оборудования и оформления. К такому выводу пришли коммунальщики после ревизии всех остановочных комплексов. Их в городе 806. За частью из них следят частники. Такие остановки находятся в более или менее удовлетворительном состоянии. Остальные нуждаются в срочной реконструкции или замене. У нас в городе 95 остановок находятся в частных руках. Из них 53 переданы в аренду на длительное время. 100 остановок, выкрашенных в красный, установлены на деньги предпринимателей. Часть павильонов в Шемкенте сохранились еще с советских времен. Другие остановки обновили недавно. На некоторых улицах специальной конструкции нет вообще. Один павильон обходится городской казне примерно в 437 тысяч тенге. Городу сегодня требуется не менее 325 остановок. Однако в этом году выделят всего 70 миллионов. Это значит, что получится построить только 160 павильонов. Горожане рады и этому. И просят об одном, чтобы в погоне за креативностью чиновники не забыли о самом главном качестве и практичности. Главное, чтобы на остановках можно было от дождя спрятаться. А то у нас остановки такие, что летом от жары не спасает, а осенью и зимой от ветра и осадков. На Байтурсыново людям приходится стоять под дождем. Остановка не оборудована. До сих пор не могу понять, для чего строят остановки – для красоты или для удобства пассажиров. Новые стеклянные павильоны многие горожане тоже считают несуразными. Мол, шымкентское пекло, а не насквозь прожариваются солнцем. Коммунальщики думают иначе. Считают, что такие комплексы выглядят эстетично. Потому их и устанавливают на центральных улицах Шымкента. А вот на окраине города будут закрытые основательные остановки. Они, по мнению властей, должны спасти горожан от непогоды и зноя. Видимо, только на отшибе города выпадают осадки, а летом столбик термометра зашкаливает за 40. Шинара Уразова, Саид Ахмедов, информационная служба телекомпании ОТРАР.